Расскажите, пожалуйста, какая в ближайшее время музыкальная и творческая инициатива ждет одесситов? И какие последствия, какой резонанс вы следуете, какие вы ожидали? На самом деле не ждет одесситов ближайшее будущее, а уже есть. С 18 марта мы сделали творческую музыкальную и волонтерскую организацию Творча Сыла. На базе муниципального театра имени Александра Салика и творческой лаборатории «Артхаб Одесса». Наша волонтерская организация уже дала несколько концертов на городских площадках, на площадках для волонтеров. И сейчас мы планируем сделать серию выступлений онлайн на городской площадке информационной. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этой инициативе, кто будет в ней принимать участие, какие цели? У нас на самом деле уникальная инициатива, потому что принимают в ней участие целых два оркестра, камерный и духовой. Это в том числе и театр, и это целая группа вокалистов, и эстрадники, и академы, и народный вокал. То есть у нас собрались просто все, поэтому мы творческие и мы в силах. У нас уже проходили концерты на городских площадках и волонтерских штабах. И на будущее мы будем основательно масштабироваться и выступать везде. Поднимать боевой дух жителей и армии. Спасибо, Ленина. А какая главная задача для этого всего большого-большого творческого мероприятия? Главная задача – это поднять боевой дух населения, волонтеров и сборных с Украиной. Также мы планируем серию онлайн-концертов, за счет которой мы хотели бы собрать средства и направить их в ЗСУ. Спасибо. А если можно, пожалуйста, участвуйте. Что-то за коллективы, что-то за субъекты? Это очень хороший вопрос, потому что все начиналось с того, что было принято решение о создании вот такой волонтерской организации в связи с тем, что наш муниципальный театр был недоукомплектован. То есть во время войны очень много людей поразъезжалось, мы не могли функционировать так, как раньше. И я кинула клещ в интернет. К нам пришло очень много волонтеров. Это люди, это лучшие музыканты города из оперного театра, из филармонии, из мускомедии. Благодаря им сейчас наши коллективы абсолютно полные и даже более чем полные. Мы можем давать прекрасные концерты, у нас очень прекрасный репертуар, который состоит из украинских произведений, одесских произведений, классических произведений. А сейчас у наших вокалистов появилась идея, замечательная, на мой взгляд, это сделать детский проект. Музыка из мультфильмов для деток. То есть мы будем делать такие проекты тоже. То есть каждый раз у нас возникают все новые и новые идеи. У нас все очень творческие люди, которые горят этим делом, которые действительно занимаются тем, что им нравится, тем, что они умеют, тем, что они могут. И именно этим они и будут полезны. Очень любопытно, вот еще я добавлю, что как-то так собрались не только музыканты, но и дополнительно люди, которые нас поддерживают. Нам сделали очень классный логотип. Это человек из Киева, который разрабатывает очень такие основательные логотипы. К нам откликнулся замечательный оператор, который снимает наши ролики. То есть у нас вот эти вот идеи каждый день, добавляются-добавляются люди. И я думаю, эта инициатива, она будет очень популярна. Ну и такая прям очень вдохновляющая, я бы сказала бы. Спасибо. Спасибо. Какой литература и на какой онлайн-платформе? На какой онлайн-платформе? На Думская-1. Это наш городской канал. А репертуар, я уже говорила об этом, что это и эстрадная музыка, и классический репертуар, и одесский репертуар, и украинская музыка. То есть все, что может быть интересно людям. У камерного оркестра замечательный репертуар, который включает в себя и рок, и кельтику, и популярные хиты. То есть мы действительно разнообразны и можем отвечать любым запросам.